С проверкой сотрудники МЧС обходят все пиротехнические магазины. Торговые точки с фейерверками перед Новым годом появляются на каждом шагу. В этом фургончике товары еще даже не разгрузили. Документов на продукцию пока нет, пожарную сигнализацию не сделали. А если начнется пожар, даже потушить его продавцы не смогут. Что-то у вас немножко не тушительный такой себе. Да, он старенький. Надо заменить. Да, скажешь руководитель, что он должен какой-то соответствовать всем. Потому что он уже не сработает. Штрафовать эту торговую точку сотрудники МЧС пока не будут. Ведь работать она не начала. Продавец уверяет, огнетушитель заменит. Сигнализацию поставят уже сегодня. А документы на фейерверке вот-вот привезут. Как работать с пожароопасным товаром знают. Вот сюда, которые более безопасны, как на пушке, все остальное. Более крупный, более серьезный товар. Вот на этих полках. То есть я никуда не выхожу. А все коробки там не будут. Они выходят из-под салажа. Потому что ни ребенок, ни тот не мог достать. Ну здесь сухое место, понятно. То есть никаких огнеопасных не зажигалок. Нет, что не было. Рейд по магазинам пиротехники профилактически. Сотрудники МЧС каждый день мониторят новые точки продажи фейерверков. В первую очередь из соображений безопасности. Проверяют, знакомы ли продавцы с инструкцией. Есть ли средства пожаротушения и документы на товар. Основные нарушения это то, что руководители не проходят обучение по программе пожарно-технического минимума. То есть не обучены. Иногда встречаются случаи, что отсутствуют сертификации на продукцию. Ну просто на момент проверки не были. На месте, на торговой точке, на подром. Привозят, довозят, появляются. Ну, основные нарушения это требования к путям эвакуации и хранения перетехнических изделий. В этом магазине к новогодним праздникам уже готовы. Спросом пользуется все, особенно у детей. Только вот продавать пиротехнику можно лицам от 16 лет. Школьники приходят в магазин за петардами без родителей и уходят ни с чем. Это часто. Они на нас обижаются, они на нас ругаются. Но без родителей, без взрослых не продается. До 16 лет нет. Только с паспортом. Кстати, о самих фейерверках. Под русскими наклейками скрывается китайский товар. Любой салют на Владимирских полках родом из Поднебесной. У нас в стране делают только хлопушки и бенгальские свечи. Для более серьезных новогодних стрелялок, как говорят специалисты, климат не подходит. Слишком влажно. Воздух в производственных помещениях, конечно, можно сделать суше. Но это усложнит производство и отразится на цене. А ведь уже сейчас бюджетный фейерверк стоит не меньше тысячи. А салют премиум класса может обойтись и в 40 тысяч рублей. Цена, как бы, не количество толков всегда. Она от мощности. Мощнее, чем выше, соответственно. Разброс диаметры разрыва больше. Высота, наверное. Высота, да. Популярностью у владимирцев пользуется все от дешевых петард до дорогих салютов. А вот что касается соблюдения правил безопасности в самих торговых точках, во Фрунденском районе сотрудники МЧС сегодня проверили 4 магазина пиротехники. Претензий к их работе не возникло. Валерия Саенко, Арсём Горчаков, 6 канал.